А-а-а! Срочно выпустите нас! Мамочка, мне страшно! О, я нашёл молоток! Надо выпить окна и бежать! Нельзя покидать вагон метро! Это опасно! Ой, поубили всё-таки бабушку! Папа-дос! Всё прям как в том фильме! Бигфест! Выгоднее с картой Альфа-банка! Получайте кэшбэк 50% за все покупки! Не просто выгодно, альфа выгодно! Ух ты! Я никогда, Ланси, не была в метло! Да ничего тут интересного нет! Давайте, проходите! Хватит гласить! А разве не нужно сначала оплатить проезд? Да нафига! Не видишь, вон турникет открыт! Точняк! Погнали! Лизонька, давай, ты первая, проходи! Алла! Я иду первая! Лиза, что с тобой? Меня эта стука ударила! Ой, поубить мою внучку хотят! Кажется, здесь автоматический турникет с датчиком движения! Какой нафиг датчик движения? Почему он ударил мою Лизоньку? Да что вы нойте? Просто перепрыгните через него и все! Точняк! Я всегда раньше так делал! Вы что? Издеваетесь? Я же бабушка! Я не буду через турникеты прыгать! И я не буду! У меня же вон какой живот огромный! Что здесь происходит? Твой дурацкий турникет чуть не угробил мою доченьку! А надо было проезд оплачивать! Что? Раз мы не оплатили, то сразу бить нас надо? Ну да! Какое жестокое у тебя метро! Не нравится? Идите пешком! Сколько стоит проезд и как мы можем его оплатить? Оплатить можно картой! Один проезд стоит всего один рубль! Один рубль? И всего-то? И ради этого вы предлагали через турникет прыгать? Что делать? Ничего-ничего! Мы все оплатим! Спасибо за помощь! Пожалуйста! Урод! Капец! Мест вообще нет! Ага! Расселись! Даже беременной женщине некуда жопу примастить! Да! И ребенку! О! Ништяк! Свободное место! Эй! Коля! Я хотела съесть! Кто первый устал того и тапки! Ишь! Ирод! Обогнал бабушку! Хе-хе-хе! Мам! Смотри! Вон тебе место уступили! Так-то! Удивительно! Даже просить не пришлось! Мама! Я тоже хочу съесть! Слышь! Девка! Ты че оглохла? Алло! Просыпайся! Эээ! С тобой разговариваю! Эээ! Что? Не надо притворяться, что спишь! Место ребенку уступи! Эээ! Я не притворялась! Я правда спала! Дома спать надо! Я просто очень устала на работе! На какой же работе ты устала? Сейчас же утро! И что? Я ночью работала! Ааа! Ну понятно, кем ты ночью работаешь! Но это многое объясняет, почему ты такая хамка! Прошмандовка! Да я вообще-то медсестрой в больнице работаю! У меня 20-часовая смена была! Ну да! Конечно! Так мы тебе и поверили! Да! Давай! Уступай мне место! Ты уже взрослая! Можешь и постоять! Нет! Я маленькая! Если ты сейчас же не встанешь, я тебе... Ах! Да подавитесь в этим местом! Алла! Я буду сидеть! Не будешь! Почему? Потому что я бабушка! А бабушкам нужно уступать! Так что это мое место! Ну почему? Детям тоже нужно уступать! Осторожно! Деверы зачиняются! Ха! Кого они зачиняют-то? Наступная станция Костричницкая! Костричницкая! Я ничего не поняла! Неудивительно! Ты ведь не знаешь белорусский язык! Да! Мы в школе учим только английский! А лучше бы белорусский учили! Зачем нам это? Американщина! Во-во! Сначала английский свой учат! Потом колу пьют! И бургеры шрут! А дальше шо? Родину продадут? Вы все и вовсе в школе немецкий язык учили! О! Смотрите какой урод! Где? Да вон стоит! С партаками на лице! Ой! Ужас-то какой! Куда же ты с таким лицом на улицу-то вышел? Но вы же со своим выходите! Чё? Да как ты со мной разговариваешь? Хам! Как вы со мной, так и я с вами! Я нормальный человек! А ты... Ты... Ирот! И что во мне ненормального? Наколки на лице! У вас тоже татуировки на лице! Что? Где? Татуаж бровей, это тоже татуировка! Это другое! Ну да, ну да! Ты чё, типа рэпер? Нет! Тогда нафига ты себе эту фигню сделал? Да потому что он дурак! Ага! Это ж совсем ума не должно быть, чтобы такую гадость делать! В наше время так только зэки ходили! Да его походу батя малоремнём в детстве бил! Вы закончили? Нет! Не закончили! Слушай ещё! Тебя же на работу с таким лицом не возьмут! Мне не надо! Я на себя работаю! Жены у тебя никогда не будет! Да! И ни одна нормальная девушка не обратит внимания на молодого человека с татуировками на лице! У тебя татуировки на лице есть? Разумеется, нет! Разве не видно? А девушка? Аааа... Нет! А у меня девушка есть! Наверное, она такая же уродина, как ты! Если вы от меня не отстанете, я вам всем татуировки на лбу набью! Давай! Попробуй! Эээ! Упери от меня эту штуку! Ладно, ладно, чел, всё! Так-то! О! А что если этот вариант выбрать? Ааа... Девочка, ты что, подсматриваешь мой телефон? Ну да! Мне скучно! А мне не хочется, чтобы мой телефон смотрела наглая девочка! Я не наглая! Женщина, это ваш ребёнок? Ну да! А чё? Она смотрит в мой телефон! И чё? Я не хочу, чтобы она смотрела! И чё? Ну может вы ей скажете, чтобы она так не делала? Нет! Ну офигеть теперь! Давай! Тебя там дальше за уловень! Наглая девочка смотрит в твой телефон! Что будешь делать? Хм! Как жизненно! А там есть вариант? Удалить её! К сожалению, нет! Так, к матери я уже обращался, и походу это бесполезно! Попробуй! Выключи телефон! Точно! Отличная идея! Эй! Спасибо за совет! Я имела ввиду, в игле это сделать! А я подумал, что в реальной жизни это тоже поможет! А как же игла? В игру я потом сам доиграю! Ну вот! Эээ! Аккуратней! Тормози! Ага! Не дрова везёшь! Ой! Может случилось чего? О! Я, короче, один фильм видел! Там в метро тоже кое-что случилось! И что же там такого случилось? Ну, я особо не помню! Ну, там, короче, все в метро умерли! Умерли! Ужас-то какой! Уважаемый пассажир! У нас возникли некоторые сложности! Просьба всем оставаться на своих местах! О! В фильме тоже всем говорили оставаться на своих местах! А потом всех током шандарахнуло! А-а-а! Срочно выпустите нас! Мамочка! Мне страшно! О! Я нашёл молоток! Надо выбить окна и бежать! Нельзя покидать в вагон метро! Это опасно! Ой! А убили всё-таки бабушку! Папа дос! Всё прям как в том фильме! Ну всё! Пора валить! Отец! Что ты наделал? Лиза! Прыгай в окно! Нет! Я пелывая больше никуда не пойду! Уважаемый пассажир, извините за задержку! Поезд следует дольше! Э-э-э! Всё нормально? Да! Но не у вас! А чё мы сделали? Ну пойдёмте разбираться! Бежим! Э-э! Куда? Не догонишь! Ммм! Блин! Сбежали! А вы поставьте лайк под этим видео, если оно вам нравится! И подписывайтесь на канал! Вы-х-а-д-у-го-ла-д! О, смотрите! Пла-ду-кты! Не поняла! Та-ло-е ка-ль-цо! А я ещё думала, что Лиза безграмотная! Я гламотная! Тот, кто эти таблички писал, вообще букварь в руках держал? Мама, здесь нет никаких ошибок! Валёк, ну ты тупой! Даже я знаю, как пишется слово продукты! Точняк, бать! Я ещё со второго класса помню, что же ши пишется через и! А там он через и! Вот вы все дурни! Это же другой язык! В смысле другой язык? Вы шо? Забыли! Мы же у меня на родине! В Беларуси! И чё, здесь типа правил нет! Да у нас просто, как слышится, так и пишется! Это вы тут всяких правил напридумывали! А чё, чётко вообще? Удобно? Ну да! Мне в школе все мозги с этими правилами пропарили! Если бы мы с Квалей учили белолоски, то у меня были бы одни пятёнки! А у меня бы случился орфографический инсульт! Ой, хватит воздух просто так сотрясать! Пошлите лучше покушаем! Да! Я есть хочу! Мы же купим пиццу! Какую пиццу? Мы же в Беларуси! А чё тут едят, ба? Конечно же! Только не говори болс! К сожалению, нет! Здесь нужно обязательно попробовать драники! Ха! Драники! Да! А шо смешного? Да ничё! А раз ты в Беларуси, то почему ты всё время борщ готовишь, а не драники? Ох! Да я пока тут жила, так драников объелась, шо больше не хочу! Когда я так говорю про твой борщ, для тебя это не аргумент! О! Вон кафешка! Может там есть эти ваши драники? Бигфест! Выгоднее с картой Альфа-банка! Получайте кэшбэк 50% за все покупки! Не просто выгодно, альфа выгодно! Добрый день! Рады вас видеть в нашем заведении! Мы жрать хотим! У нас есть пицца, бургеры, суши... О! Пицца! Мы сюда не пиццу жрать пришли! Да! Драников нам тащи! Драников? Да! И побольше! У нас их не часто заказывают! Так у тебя есть эти драники? Или нам в нормальное место пойти? Конечно есть! У нас лучшие драники из бульбы! Из кого? Из Тараса что ли? Эээ... Нет! Бульба значит картошка! О! Прикол! Так он что? Тарас картошка что ли? Вот! Держите меню! Ого! Так дешево! Всего 12 рублей за порцию! Мам! Я хочу еще деселтик! Ой! Бери все что хочешь! Здесь все так дешево! Тогда я хочу еще это, это и это! Так! Нам 6 порций драников, 6 напитков и Лизе все эти десерты! Хорошо! Хорошо, с вас 150 рублей! Пф! Копейки! Извините, недостаточно средств на карте! В смысле недостаточно? Попробуй еще раз! Извините, но нет, оплата не проходит! У меня там точно рублей 300 было! Мама, у тебя было на карте 300 наших рублей! Конечно наших! Чьих же еще? Белорусских, конечно! В смысле белорусских? Они че, типа чем-то отличаются? Да! Курсом! В смысле курсом? Рубль! Вон и в Африке рубль! Про африканский рубль я ничего не слышал! Так вы оплачивать будете? Я всегда говорила, что эти ваши карты фигня полная! На вон наличные! Это что? Деньги! В первый раз видишь? Я вижу, что это деньги, но это не белорусские рубли! Да какая разница? Бери уже и тащи еду! Женщина, в целом мы готовы принимать иностранную валюту, хоть и не по самому приятному курсу! Ну так принимай! Но тут немного не хватает! Сколько? 4350 ваших рублей! Сколько? За то, чтобы картошки похавать? Да вы тут набрали кучу еды! Разумеется, это стоит недешево! Я что-то вообще не поняла! Написано же, что порция 12 рублей! Как получилось 4 500! Мама, курс белорусского рубля к нашему 1 к 28! Подожди! Мам, а какая нам там сумма в наследство осталась? 350 тысяч рублей! Белорусских рублей? Ну да, а шо? Валентин, я правильно понимаю, что 350 тысяч белорусских рублей... По-нашему это сколько там будет? 350 тысяч умножить на 28, получаем 9 миллионов 800 тысяч рублей! Ура! Мы будем миллионерами! Миллионеры, вы заказ на 150 рублей оплачивать будете? Да, все будем! Мы теперь богаты! Ола! Я теперь, Лизонька, единолоска, богатая немножка! Не забывайте, что нам сначала нужно отдать долг в микрозайме, а потом еще погасить кредит! Валек, не нуди! Да, дай нормально порадоваться! Бабушка, а почему, если дедушка был богатым, мы зовем бедно? А потому что, Лизонька, он нас бросил в 82-м году! За год до моего рождения? Почти! За 8 месяцев! Че, за хлебом ушел и не вернулся? А ты откуда знаешь? Вот поэтому я Толе за хлебом ходить не разрешаю! А почему он ушел? Да у меня в 82-м году романчик на стороне образовался! Ого, мама, ну ты даешь! Но там такой мужчинка появился! Сашенька, широкоплечий, статный, а усы у него были! Ба, зачем нам такие подробности твоей бурной молодости? Фамилия у него была такая, Грибная! Мухомонкин? Как сейчас помню, меня в колхоз на практику отправили, и он там работал! Мама, а не может быть так, что я его... Слышала, что он сейчас вроде уважаемым человеком стал, больших высот добился! Может, чемпиньонкин? Мама, ответь мне честно, чья я дочь? Отвечаю, честно, моя! Тьфу! Мама, не уходи от ответа! Ваши драники готовы, товарищи миллионеры! Ула! Кушать! А вы не пропустите сцену после титлов, она очень интересная! Сыроежкин? О, точно! Сыроежкин, Серёжа! Ты же говорила Саша! Серёжа! Саша! Думаешь, я помню? Уже столько лет прошло! То есть, возможно, я не Галина Ивановна, а Галина Сергеевна? О, а я колоте один селиал видела! Там была Галина Сергеевна, такая заумная, в очках! Жалко, это не про нашу маму! Нам и тебя хватает заумного в очках! Саша!